Сегодня нас ждет путешествия до границы с Узбекистаном и обратно. Расстояние туда-обратно будет где-то 240 километров, может плюс-минус 10. Ехать мы будем на круиз-контроле, скорость у нас будет 90-110, вот так варьироваться. И посмотрим, насколько экономично ехать на круизе. Сейчас у нас потребление где-то 16 киловатт на 100 километров. Нам сейчас до аэропорта надо доехать и встретить человека, и дальше уже поедем по трассе. Зарядка у нас 100%, 402 километра показывает. Мы обнулили трип А и трип Б до нуля. Сейчас общий пробег 16355 километров. Приехали в аэропорт, значит, 20 километров проехали. Ну, вот ехали с экономией, получается, вот 15 киловатт на 100 километров у нас получилось. А на 25 километров получилось 12 киловатт расход. Ну, тут накат очень хороший, и мы вниз ехали, поэтому, скорее всего, такая экономия. Хотя ехали без рекуперации, так как, когда зарядишь полностью батарею, рекуперация отключается. Включается где-то, когда 97-98 процентов, только тогда небольшая рекуперация включается. КОНЕЦ КОНЕЦ Так, вот доехали до границы, пограничный пост, Жебек-Жилы. Поселок Черняевка. Значит, проехали 166 километров, но это мы еще в Саргач заезжали. Крюк небольшой дали. Вот. Остаток у нас здесь 19. Расход на 100 километров 17 киловатт. 18 на 10 километров. Но вот это, вот этот скачок, это мы на перевал подымались. Вот. Ну, все, обратно едем. Добрый путь. Кстати, ехали мы втроем. Еще два человека в салоне и багаж. Ехал на второй рекуперации. Очень полезная штука, если ночью едешь, машина впереди, если притормаживает резко, отпускаешь педаль газа, и твоя машина тоже автоматически начинает останавливаться, пока ты переносишь ногу на педаль тормоза. Рекомендую ночью ехать именно в таком режиме. Где-то через дней 10 буду встречать теперь этих людей. Ну, не знаю, может сниму, как ехать в каком-то другом режиме. Есть одна идея. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, если спускаешься на круизе, все равно идет рекуперация. Если вниз едет машина, скорость я установил, и спускается он на рекуперацию. Прибавляется километр. Все, в Шенкент. Ну, до города еще и ехать, и ехать, конечно, но... 72 километра остаток. Так, ну что, въехали в город. Что у нас там с остатком? 52 километра, 13 процентов. 267 километров проехали. Сейчас показывать на 10 километров. 16 киловатт расход. Ну что, вот и приехали домой. В итоге у нас остаток 36 километров. Проехали 280. Ну, думаю, 300 реально проехать. Ну, запас увеличился до 20 киловатт на 100 километров. Ну, видимо, потому что очень много в горку ехали. Ну, как бы вот так. На круизе можно до 300 километров на этой машине проехать. Прогнозируемых 402 у нас было. Кстати, температура, по-моему, 18, когда выезжали. Потом по трассе 15, 11 было. Сейчас у нас 15 градусов тепла. Вот. Ехали без кондиционера, потому что так комфортно в машине. Ну, в общем, вот так. Всем спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!